Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами в студии Алина Сазонтова. Ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Заседание дискуссионного клуба во второй школе. Автор инженерного блока посетил Смоленскую АЭС. Итоги чемпионата школы Росатома по футболу 5+. Разбойное нападение на пенсионерку. 18 марта в Десногорске с 11 до 16 пройдет большой общегородской праздник. Вас ждут игры, развлечения, богатырские забавы, катание на лошадях, угощение казачьей кухни, конкурсы, призы, интересные фотозоны и множество других сюрпризов. Развлекательные площадки будут находиться около 1, 2 и 3 школ, энергетического колледжа, дворца молодежи и городского центра досуга. Во второй школе состоялось заседание дискуссионного клуба, посвященное столетию со дня рождения Красной Армии. Подробности далее. Участие в заседании приняли ученики старших классов, педагоги и приглашенные гости. Начальник военного комиссариата Николай Николаев, ветеран Вооруженных сил Сергей Тощев, председатель Совета солдатских матерей Валентина Рожкова, а также те, кто уже отслужили в армии, Евгений Полковников и Михаил Зайцев. Каждый из гостей рассказал свою историю о службе и с охотой ответил на вопросы школьников. На мероприятии ученики рассказали об истории создания Красной Армии и ее героях. Ветеран Вооруженных сил Сергей Тощев объяснил ребятам, почему важна армия для страны. Все мы с вами прекрасно понимаем, что у государства должна быть армия. Потому что для того, чтобы жить спокойно, растить детей, работать, развивать свое наше государство, мы должны быть уверены в том, что нам никто не помешает жить мирно. Есть такая профессия, вроде бы защищать. Это слова из фильма «Офицеры». Все, наверное, их слышали. И поэтому, кто сегодня, ребята из вас, допустим, планирует посвятить себя военной службе, заранее, заранее должен настраиваться на то, что эта служба легкая никогда не бывает, но она и почетная. Каждый мальчик должен понимать и быть готовым, когда вырастет, в любой момент защитить свою родину. Для этого и проводятся такие мероприятия. «Все – это наша земля, все – это мы!» 13 марта автор инженерного блога tnenergy.livejournal.com специалист по атомной и термоядерной энергетике Валентин Гибаов побывал вместе с учителями физики из Смоленска на нашем градообразующем предприятии. Это мероприятие организовано Смоленским центром по атомной отрасли в рамках недели высоких технологий. На атомной станции педагоги физики и молодые ученые узнали, как работает предприятие. Более полное представление о технологических процессах выработки электроэнергии на атомной станции с реактором РБМК-1000, одноконтурного типа, смоленские гости получили на полномасштабном тренажере блочного счета управления в учебно-тренировочном подразделении. Было интересно, как будто на корабле, скажем так, каком-то космическом, вначале такое ощущение. Ну и смена запахов, смена ощущений с перехода одного в зал в другой, конечно, для нас было интересно. Особенно, конечно, когда мы пришли к самому реактору и увидели под ногами вот эти вот кубики разноцветные. Это, конечно, наверное, и у детей вызывает восторг, когда они там бывают. Это чудесное предприятие, я с удовольствием согласилась и просто прям с радостью приехала сюда, потому что мы в своей жизни не видим таких предприятий, такого уровня, такой высокой культуры, я бы сказала, такой экологической защищенности, ну, такого высокого уровня интеллекта. Мы не встречаем в своей жизни, поэтому я с радостью приехала, кроме того, что напомнить себе вот основные какие-то моменты истории Смоленской атомной электростанции, потому что у нас всегда четвертая четверть – это изучение физики атома, и это очень помогает в работе. Также в этот день блогер Валентина Гибалов встретился со старшеклассниками атом-класса и студентами Десногорского энергетического колледжа и представил им лекцию «Термоядерная энергетика. Стартап в масштабах планеты». В России принята программа развития термоядерной энергетики как будущей основы, может быть, энергетики, может быть, дополнение к атомной энергетике, взаимодействие, разные есть варианты. Вот, соответственно, это такое заглядывание в довольно далекое будущее, как минимум 30 лет, но, тем не менее, для людей, которые хотят связать свое будущее с Росатомом, я думаю, что это может быть вполне стоять рабочей перспективой когда-то, то есть им дастся поработать на подобных объектах. Таким образом, десногорские школьники узнали, почему будущее за термоядерной энергетикой и техническими профессиями. Ведущие неврологи и нейрохирурги России собрались на крупнейшей конференции в Смоленске. Она будет проходить два дня. За это время специалисты успеют обсудить проблемы психоневрологии, лечения воспалительных заболеваний нервной системы и неинфекционных сосудистых заболеваний, например, инфаркта и инсульта, а также другие актуальные вопросы современных нейронаук. В Десногорске продолжается борьба с нарушителями тишины и незаконной торговлей. 13 марта состоялось заседание административной комиссии. Было рассмотрено 16 протоколов об административных правонарушениях. Из них 15 протоколов рассмотрели по статье 27 «Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время». По всем протоколам приняли решение в виде штрафов на 1, 2 и 3 тысячи рублей. Один протокол комиссия рассмотрела по статье 32 «Нарушение торговли в неустановленных для этого местах». Продавец теперь заплатит штраф в размере 4 тысяч рублей. Спортивные новости. Три дня в зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна» проходили футбольные баталии. За право поехать на зональный этап в город Нововоронеж боролись 8 команд из детских садов Десногорска. Кто одержал победу – в нашем следующем сюжете. Футбольные игры проходили очень динамично все три дня. В последний день играли четыре команды, которые разыгрывали призовые места. Юные футболисты выкладывались по полной, на поле и трибунах кипели страсти. За своих воспитанников больше всех переживали педагоги и тренеры, которые учили ребят играть. Весь наш детский сад очень сильно переживал и болел за эту игру. И вот эти все три дня, мы когда видели, что эти дети с таким стремлением, с таким желанием играли просто победить, это, знаете, очень дорого стоит. Очень хочется, чтобы вот такие мероприятия были в нашем городе традиционные. Тогда они доставляют спортивный праздник, радость и детям, и нашим зрителям, родителям. Это просто очень хорошо, очень здорово. В результате напряженной, захватывающей борьбы был определен победитель. Команда детского сада «Ласточка» одержала победу. Ощущение восторг, правда, ребят? Да! Восторг, мы счастливы, тренировались, да, ходили сюда на фок на занятия. Да, на уцетерене. Тренировались в своем спортзале в детском саду. В общем, мы рады, что мы победили, ура! Да! Да! Церемония закрытия чемпионата проходила торжественно. Юных футболистов приветствовали почетные гости. Председатель комитета по образованию Татьяна Токарева и начальник отдела управления информацией Смоленской АЭС Роман Петров. Все команды-участники чемпионата школы «Росатом» были отмечены медалями и грамотами за участие. А команды, занявшие призовые места, получили еще и памятные сувениры от Смоленской атомной станции. Путевку на зональный этап чемпионата получила команда детского сада «Ласточка». Мы очень рады, что мы победили. Мы будем еще играть в футбол. Зональный этап соревнования пройдет в апреле в городе Нововоронеж. А мы желаем нашим юным футболистам достойно представить город и выйти на финал чемпионата. В Смоленском районе в деревне Сипачи произошло разбойное нападение на пенсионерку. Потерпевшую госпитализировали с многочисленными травмами и ушибами. Заявительница могла назвать лишь общие приметы нападавших. Подробности грустной истории смотрите в нашем сюжете. Утром к одинокой пенсионерке ворвались односельчанин со своим приятелем и стали ее избивать. Они нанесли ей несколько ударов по голове, а потом ударили ножом. Как выяснилось позднее, преступникам после распития спиртных напитков понадобились деньги, и они забрали 100 рублей и банковские карты. После ухода злоумышленников пожилая женщина позвонила дочери, та вызвала скорую помощь и полицию. По горячим следам был задержан ранее судимый сосед, который подозревается в этом преступлении. У него был обнаружен нож. Личность второго нападавшего установлена, он разыскивается. Возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Разбой». Им грозит срок до 12 лет. Пострадавшая сейчас находится в больнице, у нее тяжелые травмы и сильное психологическое потрясение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова